Всем-всем привет, с вами Клеопатра. Клан 14 уровня Зима Мама приглашает активных и целеустремленных игроков в свой дружный коллектив. Некоторое время клан был заморожен, однако сейчас готов вновь окунуться в мир воин с головой. Клан Зима Мама имеет за плечами не только отличный зеленый варлок серии 30 и более побед, но также является призерами 10 сезона международного турнира ЛВЦ Лайт, где ребята заняли почетное второе место. Основная цель на ближайшее время собрать сплоченный коллектив, который готов участвовать в турнирах, украшать варлок и выбивать максимум из всех мероприятий в игре. Имеются все юниты для доната, а клан позволяет пользоваться топовыми привилегиями из-за своего высокого уровня. Ребята готовы принять новичка и направить его в нужное русло, дать совет и помочь с атаками. Вход открыт, начиная от девятого тоунхола со средней прокачкой, обязательно умение правильно воспринимать советы и критику, а также желание становиться лучше день ото дня. При подаче заявки в клан не забывайте обязательно указывать имя и возраст, а тег, как обычно, находится в описании. До начала нового сезона в Clash of Clans, а также учебного года, осталось буквально несколько дней, поэтому, как обычно, к концу месяца ажиотаж и интерес к новому скину, естественно, возрастает. Пока что информация хранится в секрете о новом скине, однако удалось найти на официальном форуме Clash of Clans некоторые детали, которые помогут нам с вами сориентироваться и предположить, что же это будет за скин. Итак, мы с вами помним, что в апреле и в мае у нас был скин Гладиатор на Короля и Королеву, соответственно. В июне у нас появился скин Король Пека, а вот в июле мы уже встречали скин Королева Валькирия. В августе скин был праздничный на Вардена и по логике сейчас в сентябре должен быть скин либо же на Королеву, либо же на Короля. На Вардена он вряд ли будет, поскольку в самом начале разработчики сказали, что игроков с Варденами не очень много в игре, поэтому они будут стараться делать чаще скины на более популярных героев, это Король и Королева. И суть этого поста на официальном форуме заключается в том, что человеку, который правильно угадает, каким будет скин на сентябрь месяц и напишет это в комментариях к данному посту, ему выдадут 200 гемасов. Однако наша задача с вами разобраться среди множества ответов, которые тут предлагали, что же есть правда, а что нет, потому что Дарьян, официальный представитель Суперсела, здесь достаточно активно отвечал. И первое, что удалось узнать из этого форума, что ближайший скин на сентябрь месяц не будет связан с каким-то юнитом, как это было ранее, Король Пека, Королева Валькирия. Нет, у нас не будет Королевы с крылышками дракона, которую я так жду уже, который обзор. Но, увы, ближайший скин не будет с этим связан. Поэтому все вот эти прекрасные версии внизу экрана, которые предлагались на форуме, естественно, отметаются, а среди них был и Электрокинг, и Хоккинг, в общем, чего-то только не было, даже Динозавр Кинг такое тоже предлагали. Полный список вы сейчас видите на экране, можете перевести, здесь очень много смешных предложений, но, кстати говоря, мне кажется, как раз из таких вот предложений потом и делаются скины, потому что разработчики смотрят, чего хотят игроки, какие у них есть идеи, и потом это реализуют. Так что, возможно, это и не такие уж плохие предложения. Да и вообще, среди них была одна очень кульная тема. Если бы такой скин сделали в игре, мне кажется, было бы очень прикольно, и я точно знаю, что можно было бы ставить на заставку канала. Но шутки шутками, а если перейти к более серьезной информации, то Дарья нас спросили, будут ли какие-то взаимосвязи с другими тематиками, возможно, фильмы, игры и так далее. Ну, к примеру, Тор Кинг и Капитан Марвел Королева. Он сказал, что нет, такого пока не планируется, так что что-то будет внутри игры. И также Дарья наставил комментарий, в котором сказал, что, как обычно, новый скин анонсируют на очередном стриме, посвященном турниру ESL, так что на официальном канале можно будет увидеть накануне выхода скина, что это будет. Однако мы-то с вами не хотим ждать стрима с турнира ESL, и хочется узнать все раньше других, поэтому, посмотрев на информацию с сайта bodogame.com, а это такие ребята, которые всегда выкладывают инфу самыми первыми и заранее. Можно увидеть, что новый скин будет называться Королева осени или Осенняя королева. Вот на этом фото видно не только скина в режиме смены скина, но еще с левой стороны можно увидеть саму королеву. Она будет в таких золотисто-оранжевых оттенках, и мне кажется, это действительно то, что и должно было быть в сентябре, осенью. Все, в принципе, очень очевидно. На мой взгляд, скин очень красивый, и действительно королеве идет золотые и оранжевые тона, и из этого можно сделать только один вывод, что, скорее всего, в октябре, когда будет Хэллоуин, у нас будет кинг, возможно, каким-то образом связан с ночными ведьмами, потому что именно этот юнит у меня сразу приходит в голову при разговоре о Хэллоуине. Но не будем забегать так далеко вперед, я думаю, что в конце сентября мы это точно узнаем. Также на сайте bodogame опубликованы награды из ближайшего пропуска, так что вы можете с ними ознакомиться, напоминая, что те, которые золотой рамочкой, они как раз-таки достаются вам при покупке золотого пропуска, а те, которые серебряные, даются вам без покупки. Конечно, тут уже нет 15 банок зелье строителя, что у нас было в августе на день рождения Clash of Clans, но, тем не менее, награды, в принципе, неплохие, есть книги, есть руны и есть зельки, так что будет чем поживиться. Ставьте лайк, если видео вам понравилось, не забывайте подписываться на канал, чтобы всегда быть в курсе событий в мире Clash of Clans. Всем хороших войн, пока-пока!